Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благости». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. У меня почему про мороженое? Мне нравится мороженое. У меня была такая ситуация в Краснодаре. Лекция «Знаки судьбы», вот этот вот семинар. И я, ну как бы, у меня очень много сильный огонь пищеварения. Я ем один раз в день, но у меня там всё переваривается. Я после еды ем что-то сладкое, чтобы охладить огонь пищеварения. И летом люблю мороженое есть после еды, немножко. Но если много съел, то получается не охлаждается огонь пищеварения, а гасится. То есть костёр, который переваривает пищу, гасится. Ну я перед лекцией в Краснодаре взял и мороженое в два раза больше съел на радостях. Я пришел на лекцию, я чувствую, что у меня там всё встало, и потом пошло наверх. И я во время лекции три раза бегал вырывать. И говорю, вот смотрите, как надо с чувствами. И побежал. Как чувства действуют, что нельзя им давать возможность. И вырвал, прихожу, вот результат. Рассказал. Ну они смеялись, конечно. Вот, ну то есть об этом есть песня тоже. Мы сейчас её послушаем. И, конечно, эта песня не зря она так поется, потому что Высоцкий, он почитал Бхагавадгиту, похоже. Почитал веды, вот изучал эти все вот про чувства, про кони, про возничего, про вожжи, про то, как надо с этим обращаться и как нельзя. И в результате вот родилась эта вещь, и она очень хорошо подходит под эту тему, как надо действовать своими желаниями, что с ними делать. Как они действуют и 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 что с ними делать. И что делать? Надо переключить сознание. Видите, они в обрыв валят, то есть влюбилась сильно, в обрыв качусь, сердце гибнет, понимаете? Сердце гибнет, вспоминая, умирая в черных глазах, то лика о тебе мечтая. Ну, мужчина это нормально, это к семье приводит, к созданию семьи в конечном счете. Женщины очень опасны. Поэтому нужно, очень важно понять вот этот момент, что надо останавливать чувства. Особенно опасно, когда они к счастью пришли. Видите, меня отравил не яд, а мороженое. Сладкий вкус, вкус счастья. Самый сильный яд непобедимый, это сладкий яд, который не чувствуется как опасность, понимаете? Да. Самый опасный такой яд, поэтому то, что нравится человеку, это опаснее всего. С этим надо быть очень осторожным. Если ты чувствуешь, что тебя потянули чувства, они тебя всегда в пропасть тянут, не думая, что они тебя куда-то в хорошее место тянут. Всегда чувства должны быть под контролем, успокойся. Хорошо, хороший человек, классный, любит тебя, успокойся все равно. Потому что если ты не успокоишься, значит ничего хорошего не произойдет. Хочешь выйти замуж, сердце должно быть спокойным. Не гореть оно должно, не страдать, а успокоить его надо. И тогда все получится нормально. А если оно как бы у тебя исходит, все, значит это неблагоприятно. Говорила мама мне про любовь обман. Это из этой оперы. Мы с вами изучаем, как сердце реагирует на судьбу. Мы говорим о том, что всегда судьба действует через желание человека или антипатию. Допустим, неприятен мне этот начальник, ну ненавижу я его, чего мне там работать. Успокойся, помолись. Может быть это место хорошее для тебя. Успокойся по отношению к этому человеку. А потом принимай решение. Сначала успокой свое сердце, чтобы не был неприятен человек. Неприязнь или сильная привязанность указывает на неблагоприятный исход ситуации. Успокойся сначала. Я хочу быстрее покупать. Расслабься. У меня была такая ситуация, мне тоже сильно быстро хотелось события совершить. Я не мог с собой ничего сделать. Я взял изображение Святой Матроны. Смотрю на нее. Делать или не делать? Вот так вопрос. Она такая, улыбка такая у нее мысленно появилась. И она, не делай. Такая, вау. Так и знал. В мозге же не соображают ничего, когда желание действует. Я такой, а может делать? Ну, Матроне. Такая мысль такая от нее. А может и делать. Я думаю, все понятно. Ну, и не сделал это. И прямо избежал большой беды. Большая беда могла бы произойти. Это касалось вложения денег. И через несколько дней наступил дефолт рубля. Я вообще не видел никакой опасности. У меня все в голове, все складывалось хорошо. Но что может через несколько дней рубля бесценится в два раза или в три раза? Я это вообще не подозревал даже. У меня в голове даже не укладывалось. А это означает, что все. Там просто бесконечные долги на всю жизнь. Представляете, как Матрона меня спасла? С улыбкой на лице. Спокойненько. Было желание сильное. Быстрее, быстрее вот это было чувство. Это неблагоприятно. Все, что самое лучшее делается в жизни, спокойно делается. Если вы замуж вышли, ну как-то спокойно, так нормально. Значит, это самый лучший вариант. А если вы замуж вышли, ааа, быстрее, быстрее, любовь, там кровь морковь. Тоже хорошо. Но будет бразильский телесериал какое-то время. Если вы справитесь, значит, потом будет все хорошо. А если вы замуж вышли с отвращением, как бы, ааа, самый худший вариант. То есть, есть три варианта судьбы. Спокойно, самая лучшая судьба. Привязанность, приятно. Это чуть, ну как бы, привязанность, это чуть похуже. Приятно, это хорошо. Привязанность хуже, когда сердце горит. Огнедышащая страсть. Неблагоприятно. И самый плохой вариант судьбы – это отвращение, неприязнь. Ну и все эти варианты преодолевают. Сам уж вышло с неприязнью к человеку. Ничего страшного, можно счастливо жить, просто надо помолиться, победить судьбу, и все будет хорошо. Итак, у меня неприязнь к начальнику. Хочу уйти с работы. Просто влияние времени. Запомнили? Начальника нет, работы нет, есть судьба. Судьба виновата. Начальник не виноват. Я не виноват. Судьба виновата. Молись. Неприязнь к начальнику прошла, знание приходит. Спокойство в сердце пришло, пришло знание. Почему неприязнь к начальнику? Что такое? Да ничего нет, просто бзик. Хорошо, работай дальше. Или вот это вот, неприязнь из-за того, что он там вот так вот поступает. Правильно. Тогда подумай, может быть, не надо тебе работать. Но если ты хочешь понять свою судьбу, может, тебе надо страдать, работать с этим начальником, потому что наказано судьбой. Хорошо, правильно. Тогда поищи работу себе другую. Если Бог дает сразу, ну хорошо, тогда там устраивайся, туда уходи. Все значит, так и есть. Все правильно. Но если Бог тебе ничего не дает, работай там. Приятно тебе, неприятно. Какая разница? Бог тебе дает возможность жить, средства.